Прощание с зимой произошло без сожаления и ностальгии. В Сестровском парке Дубки состоялись традиционные масленичные народные гуляния. В свои последние календарные дни зима все же пыталась о себе заявить, тряхнув снегом. Но выглядело это уже неубедительно, поскольку сегодня ее по старой русской традиции собрались выпроваживать с песнями, танцами и костром. В этом году проводы масленицы совпали со встречей первого весеннего дня. Однако, как многие могли заметить, морозов в этом году не было вовсе. Видимо, в предыдущие годы мы слишком хорошо выпроваживали зиму, сжигая чучело. Поэтому она явно решила не приходить вовсе. Что ж, она девушка с характером, ее можно понять. Зима, не обижайся, и в следующем году обязательно приходи, мы будем ждать. А пока настало время встречать следующую красавицу – весну. Мне в глаза смотри. Опять все пропустил. Давай еще раз. Теперь не ведись, смотри на платок. Мне смотри в глаза. Опа! Я не знаю. Ты ближе всех был. Я не знаю, как я. Парк Дубки на данном празднике организует различные народные забавы. Но сегодня креатива привнесли и участники Сестроецкой казачьей общины. Продемонстрировал, что не только умеют мастерски владеть шашкой. Обманывали публику, что называется по-доброму, показывая фокусы. Принятие части в интерактиве могли все от мала до велика. И даже петербургский перламентарий не упустил такой возможности. Дорогие сестроличане, дорогие братья и сестры. Сердечно поздравляет с масленицей наша казачья община церкви Тихвинской иконы Божьей Матери. Эта масленичная неделя еще называется сырная седмица. Сегодня особенный день, который называется прощенное воскресенье. Во всех церквях совершается так называемый чин прощения, в котором люди просят друг друга простить за все прегрешения и обиды, которые они нанесли друг другу, вольно или невольно, делом, словом или помышлением. Хотелось бы пожелать, чтобы такое праздничное веселье совершалось до этого важного момента, например, в субботу. Простите меня, грешного раба Божьего Илью. Всем вам приятного поста для души и тела. Народные гуляния в Сестерском парке длились почти целый день. Помимо культурно-развлекательной программы, гражданам и гостям представилась возможность удовлетворить и различные гастрономические пристрастия. В ходу было, конечно, мясо, самое разное. Но все же русские традиции в этом году взяли верх. Блины у публики сегодня пользовались большей популярностью. Готовили профессионалы своего дела, в том числе и по заморским рецептам. В Европе и Америке, где блинчики едят гораздо чаще, чем у нас, хозяйки уверены, что если они перевернут блин, подкинув его на сковородке, то блины удались. Во французском языке существует поверье, она его подбрасывает. Это значит, она управляет мужчиной так же легко, как и блинами. Вот и сейчас, и я попробую потренироваться на блинах. Можно потренироваться на блинах? Хочу. Посмотрите, сколько сортов сегодня блины армянские, грузинские, например. Поэтому, конечно, я хочу сказать огромнейшее спасибо, что люди пришли. И я думаю, что традиции мы соблюдаем. Неважно, духовенство, церковь. Я поздравляю всех, но и пользуясь случаем, хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы сегодня здесь, где очень людно. Хочу попросить прощения у всех людей, если я где-то что-то кому-то пообещал, не сделал, забыл, поэтому прошу прощения. И всех с праздником нашей Масленицы. Масленица – славянский праздник, отмечаемый на протяжении недели перед Великим Постом. Гадания на Масленицу проводились в любой день, кроме воскресенья. История празднования уходит корнями в глубокую древность. От наших предков к нам пришли многие приметы и обычаи, на которые обращают внимание и по сей день. Если за несколько дней до Масленичной недели шел дождь, это значит, в этом году будет большой урожай грибов. Плохой приметой считался скромный стол, накрытый хозяевами. Такую семью в течение года ожидала бедность и сплошные разочарования. Поэтому было принято готовить много угощений и приглашать за стол даже незваных гостей. Девушки гадали на Масленичных блинах. Сколько дырочек получится в первом блине, столько будет детей. Или, например, если первый блин подгорает в середине к сковороде, это значит, муж будет верным. А ежели с краю, то обязательно будет заглядываться на других. Ну и, конечно, самая главная Масленичная традиция – это сжигание чучела. Вместе с ним, кстати, сжигали плохие и ненужные вещи, хранящие негативную энергетику. Таким образом, с наступлением весны к нам приходит и определенный позитив. Месяц молодой, растут звезды чередой. Из распахнутых ворот солнце красное идет, солнце за руки ведет. Новый день и новый год. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»